Здравствуйте дорогие друзья, с вами опять Роман Головин, канал о здоровом питании, здоровом образе жизни. Итак, сегодня я хотел с вами поговорить о молоке. Существует очень много мифов. Итак, постараюсь сегодня все по полочкам разложить. Первое. В природе ни одно животное не пьет чужое молоко. Фактически человек может пить только человеческое молоко. Первое. Естественно, человеческое молоко не продается в магазинах по разным причинам, мы их обсуждать не будем. И второе. Если мы пьем чужое молоко от других животных, естественно, там пептидный состав белка, то есть там цепочка, вот эта белковая, она другая, не подходит нашему организму совершенно. И нашему организму очень тяжело ее переваривать. Естественно, остается очень много токсинов, побочных всяких элементов, которые организм наш должен будет выводить из организма. Так вот, мы должны пить молоко только лишь до года. Да, ребенок пьет до года и дальше уже все. Заканчиваем с молоком и молочными изделиями, которые сделаны из коровьего молока, из козьего молока, из других видов молока. Молоко реально можно использовать только лишь для лечения, лечения при определенных заболеваниях как лекарство. То есть молоко может использоваться только как лекарство. Для многих это откровение будет шок, наверное, те, кто люди впервые, может быть, слышат об этом. Даже Всемирная Организация Здравоохранения это признала, ВОЗ называется. Можете посмотреть, что молоко вредно для человека, его использовать в нашем рационе питания нельзя. То есть от него надо отказываться. Все продукты, которые из молока, везде, где добавляется молоко, это не есть хорошо для организма человека. Ну, примерно, сейчас я буду пояснять поэтапно. Даже есть такая программа на Первом канале, которая Малышева ведет. Да, я не люблю на личности приходить, но вот в этом моменте я должен привести эти примеры. Даже по телевидению, по открытому телевидению, по многим каналам уже говорят, что молоко это вредно. Даже она говорила, что понимаете, мы извиняемся. Раньше мы говорили, что молоко это полезно и так далее. А теперь, к сожалению, последнее исследование свидетельствует о том, что оно не подходит нашему организму совсем. Итак, первое. Первый миф, что в молоке очень много кальция. В молоке есть кальций, но просто схема. Допустим, 30 миллиграмм кальция, который содержится в молоке, который вы, допустим, едите или пьете, чтобы усвоить вот эти 30 миллиграмм кальция, организму человека надо потратить 40 миллиграмм своего кальция, чтобы оно усвоилось. То есть на выходе мы теряем кальций. Примеры. Если вы видели, бабушки, которые живут в деревнях, едят постоянно свой творог, то есть очень много молочных продуктов, пьют молоко из-под коровы, а они часто ломают кости, шейку бедра ломают. То есть для их возраста это уже смертельно фактически, это не срастается. Люди, которые не пьют и не едят молочные изделия, они гораздо лучше себя чувствуют. У женщин меньше целлюлита. Это очень важные вещи. Я на своей жене это все проверял, когда впервые моя жена отказалась от молочных изделий много лет назад. Целлюлит прошел, кожа гладкая стала. Естественно, целлюлит не только возникает от потребления большого количества молочных изделий, но и других вещей тоже от неправильного питания. Но молоко дает решающую роль в появлении целлюлита. Потому как, когда пища, которая вообще не подходит нашему организму, поступает внутрь, естественно, организм не понимает, что с этим делать, не может его правильно разложить на определенные химические составляющие, и он начинает его распихивать в жир, в сосуды, еще куда-то там. И, естественно, степенно что-то накапливается ненужное в организме, ненужная химическая реакция происходит. Когда мы постоянно едим неправильную пищу, организм зашлаковывается и не может нормально и правильно работать. И таким образом, когда люди садятся на какие-то резкие диеты, начинают голодать, правильно жить, резко чистка начинается, это очень опасно для здоровья человека. И, естественно, прыщи вылезают, волосы выпадают, масса тела резко теряется, энергии не хватает, вплоть до песка даже выходит из кишечника. То, что и со мной в свое время было, я сколько экспериментов на себе в этом плане делал. Поэтому пектидный состав не подходит. То, что много кальция, это тоже миф. Если вы хотите много кальция, надо есть много зелени. Там много кальция, кунжут, мак. Естественно, все это в кофемолка надо перемалывать, чтобы лучше усваивалось. Молочные изделия не подходят для того, чтобы из него получать кальций. Многие спортсмены, которые много молочных изделий едят, особенно всякие бодибилдеры и так далее, любят очень много молочки. У них очень часто переломы костей бывают, если вы смотрели такие ролики, и отрывы мышц разных при большой нагрузке. Это говорит о том, что большое количество молочных изделий немножко выводит кальций. Кальция не хватает. Могут связки, мышцы такие, знаете, хрупкие становиться. И большое количество кальция опасно, тоже хрупкие становятся. И малое количество тоже, они становятся такие, знаете, более вязкие, что ли, такие. И они рвутся легко. Может, у них хрупкие, неправильно выразился. Такие, знаете, нет эластичности нормальной. То есть, когда не хватает, они легко разволокняются и отрываются. Поэтому такие вещи, они всегда имеют свою причину. Конечно, большинство из нас не специалистов в этих вещах и не думали об этом. Потому что это везде продается. А почему это везде продается? Потому что крупным транскорпорациям выгодно. Они очень много денег получают. И в казну много денег поступает. Естественно, и количество населения Земли надо сокращать. Поэтому эти продукты долгое время еще не уйдут с прилавков. Иногда даже я думаю, что когда продаются, допустим, вы покупаете молоко, там написано молочный продукт. То есть, это не молоко чистое животное, а молочный продукт. Сейчас стало часто так модно писать, потому что это не молоко. Когда законов как таковых нет, что это должно быть молоко, а это вот должно писать по закону. Это молочный продукт, это молоко и так далее. То есть, там может содержаться различные растительные компоненты. Даже, может быть, я предположу, что это более полезно, хотя я не знаю, что там внутри находится. То есть, нужно каждый продукт исследовать. Да, конечно, много химии добавляют. Да, конечно, какие-то консерванты. Это понятно, что это все вредно. Но если чисто рассматривать растительные продукты, либо молочные, конечно, растительные всегда предпочтительнее. Вот, и сейчас и животную пищу заменяют на растительную. Но там, конечно, консервантов очень много. Это тоже, конечно, следует избегать. Конечно, когда мы заканчиваем кормить ребенка, то не следует больше давать никаких прикормов молочных. Каши на молоке, вот этого всего надо избегать. То есть, любой человек от природы может жить без молока. Поверьте мне, гораздо будет здоровее, сильнее, быстрее будет развиваться. И головной мозг будет лучше работать. Примеров. Можно еще массу различных приводить. И на практике, кто отошел от молока, как они стали выглядеть, да, больше энергии появилось. Организм не тратит такое количество энергии на переработку, на вывод вот этих вот ненужных молочных компонентов белковых, которые очень плохо усваиваются. И вообще, может быть, отдельную лекцию сделаю. Конечно, такое количество белка не нужно организму человека, так как мы же не все спортсмены, мы не все, мы хотим накачать такие огромные мышцы, да. Большое количество белка, оно тоже очень плохо отражается на организме человека. Когда большое количество белка там, у людей могут различные бляшки образовываться в сосудах. То есть, грубо говоря, артериальное давление может подниматься. Тот же холестерин может увеличиваться. Поэтому с такими вещами нужно быть очень аккуратным. Конечно, отказаться от молочки просто так очень сложно. Я вас прекрасно понимаю, многие любят, скажут, да он, ну, ерунду какую-то несет. Это ваш выбор. Я говорю то, что есть на самом деле, а вы сами принимаете решение, хотите вы отказываться от молока, либо со временем откажетесь. Есть рисовое молоко, есть кунжутное молоко, есть конопляное молоко, кульяное молоко, гречневое молоко. Могу дальше перечислять. Их очень много. Одно дело, что это не распространено, соевое молоко. Кстати, сою аккуратнее мужчины. То есть, все-таки это женский продукт, много сои есть мужчины нельзя. Будьте аккуратны. Вот эти все вещи, от которых я говорю, это проверено на практике, на моих клиентах, с чьим многочисленных лет. Сам я уже больше шести лет это не пью, не ем. Поверьте мне, нормально себя чувствую. Спорт-зал периодически хожу. Раньше вообще я усиленно занимался по 3-4 часа в сутки. Поэтому все уже давно доказано. И зубы лучше стали, и волосы лучше стали. Кожа лучше стала. Кстати, большое количество молока плюс сладости могут прыщи вызывать, прыщи могут вылезать. Поэтому нужно тоже об этом помнить. Особенно девушкам и женщинам это очень важно. Хорошо вылить, чтобы не было избытка молочных белков в организме человека. Хотя, производители молока и сыра вам будут рассказывать, вы знаете, это очень классно, супер. Исследования будут проплачивать различных врачей, докторов, которые будут все это рассказывать. Вы знаете, мы провели исследование. Я сам защищал кандидатскую диссертацию. В медицине почти доктором наук не стал, просто уехал за границу. Я прекрасно знаю, как пишутся диссертации все эти, как их подгонять можно и доказывать, что вот это работает, а это не работает. А потом кто-то придет, то, что не работал, докажет, что работает, а то, что работает, докажет, что не работает на самом деле. Можно перевернуть все с ног на голову. Я знаю, что традиционная медицина, как это все работает. Вся традиционная медицина на земле, она сделана для мясоедов. Если, допустим, какой-нибудь веган или вегетарианец, или сыроед придет и сдаст анализы, они скажут, что вы знаете, вы больны полностью, потому что те показатели крови, мочи, кала, они все будут выходить за уровень нормальности, скажем так, то, что прописано для мясоедов. Все же прописано для мясоедов. Те люди, которые молочку едят, мясо едят по полной программе, и естественно, все вот эти вещи, они будут патологии. Это будет, грубо говоря, и человек должен отправиться на больничную койку. Тем более, температура тела совершенно другая будет. Тоже один из мифов. Можете задуматься, почему так происходит. На самом деле, эти люди себя прекрасно чувствуют и будут писать, что они сумасшедшие какие-то, недоделанные. Я не призываю никого становиться веганом, сыроедом. Вы сами решайте для себя, как вы хотите жить. Но я даю ту информацию, которая мало где есть, чтобы вы могли быть подкованы, ориентированы. Избавляться, естественно, надо от всего постепенно, резко ничего нельзя выбрасывать из своего рационного питания. Чем-то надо заменить сначала это, а потом уже отказываться от этого питания. Есть один немец, он тоже про молоко очень подробно делал исследование. Его тоже пытались шантажировать, ученые. И он прямо по пунктам раскладывал, на что влияет молоко. Молоко фактически влияет на все органы. Очень неблагоприятно. И на волосы, и на почки, и на печень, на кишечник и так далее. То есть, я бы от молочки, вообще в первую очередь, бы отказывался всегда. Поэтому и вам тоже не рекомендую. Если, допустим, какие-то сомнения в моих словах есть, можете посмотреть в интернете, почитать на других сайтах. Вот. Как же его зовут-то? Ну, этого немца я сейчас не помню, как точно зовут. Но он есть в интернете. Вред молока, вред и польза молока можете забить. Еще у меня какие-то лекции есть в интернете по вреду молока. Можете посмотреть. Там очень подобное я рассказываю. И тогда, может быть, просто более понимание постепенно будет проходить, что такое молоко на самом деле. Итак, заканчиваю эту видео-лекцию. Всего вам самого доброго. И увидимся в новых выпусках. До свидания.